Под нами идет Рост, мор, речь, лед А, вон они, как это давят Вот это под нами идет, под нами Прямо под нами Разве любви не получится Кошка, чтоб рыжку хватать Разве левушка научится Так же, как звится летать Все, он, бог, речет И за небо им крылья дали Все, он, бог, речет Только мы, муравдинки слады Борис не буду, мой милый Нам выбираешь шанс Оставь В речи там Хочет быть, что нам говорили Велик Вселенной Восстан Все, он, бог, речет Славы творил он на этой земле, Все он, Бог, предава, Сверхозал он и в ней, и в ней. Тому, кто землю создал словом, Кому обязан я и ты, Свой голос в хоре слабословий, Как лепто скромные вдовы, И панорама ночи звездной, Свой голос совести внутри, Рас побуждает всех серьезно, Создателя благодарить за аромат и запах хлеба, За все, что Иисус дает, За воду и землю, и за небо, Хвала ему душа поет. Нас в любое время года Учит Божия природа, Птицы учат пению, Паучок терпению, Учит нас в члене Дисциплинии трудовой, Солнце учит доброте, С небу в шестой чистоте, Пусть через наши все дела Будет господу хвора. Ливия, Наташа на кресеньках Зимой сейчас бурит за окном, Или весной под майский гром, Когда-нибудь ты думал, друг, Кто север сотворил и юг, Кто повелел, чтобы на полюсе Веками громоздились седы, Кто повелел, что в жарком поясе Пестрели круглый год цветы, Не вечно это сделал случай, Все совершил, творец могучий. Господь сказал, да будет свет, Наступило утро, Душе моей, не верь я, нет, Все Бог устроил мудро, Он злодал солнце и луну, Живое все на свете, Чтоб на природу я взгляну, Следы Творца заметил, Мне скажут песковь и дельфин, И соловей, и берку, Что есть в природе властелин, Он всех нас видит сверху. Милый и стройный дувайчик, Яркий передел ковтальчик, И красуется стоит, Рыб быстро бежит, Май проходит стороной, А дувайчик стал седой, Ветерок вдруг налетел, И бедняга облысел, А у ног его халат, Два жука уже едят, Жиль на скайках трава, Но Евангелие слова Возвещает, что Христос Искупление принес, Чтоб за межами земли Мы вовеки жить могли. Слова младенца, это чудо, Откуда речь пришла, Откуда? Слова любви нам Щепчут мамы, Слова становятся стихами, Когда мне было года два, Я знала блоги и слова, Но кто же слышал, Стоп горилла, Когда-нибудь заговорила, Нет, человек не отгорел, Бог человека сотворил. Человек не отгорел, Бог человека сотворил. Не могу, чтобы обезьянно заговорил. Человек два года было, Я заговорил. У них дети все закончились? Нет, нет, еще песенка, Песенка сейчас еще заключительная. Потом еще разгрызли. Песенка сейчас еще разгрызли. Песенка сейчас еще разгрызли. И от глаз и сны освободим на сон, Но ему поверят, будешь и спасен. Но сон за ты чудо совершил, За тебя и за меня у кровь пролил. Поздравляем! Так, вот это место, сестры, освободите в стол для подарков. Куда-нибудь вынесите, вот со стола все. Сидите сейчас. Помогите. Сидите на месте. Я когда уберу сейчас, я скажу, Тут можно будет какие-то подарки, положить цветы на одно место. Мы сейчас еще поздравим. Можно мы еще поздравим? Еще поздравим. Еще поздравим. Еще поздравим. Еще поздравим. Еще поздравим. Без подготовки. Тоже без репетисты. Можно было... Некогда. Некогда. Ну, молитесь, мы попробуем. Это поздравление вам. Найдите в этом то, что нужно для вашей души, полезное. Мой миленький дружок, взгляни на тот лужок, лучи там согреют, овечки нежно блеют. Послушный пастуху, послушный пастуху, послушный пастуху. Сын его, свирель его поет, заблудших всех зовет. Заступник и спаситель, недужных исцелитель. Вас пастый добрый ждет, вас пастый добрый ждет. Здесь сочная трава, кристальная вода, источник жизни вечной, счастливой, бесконечной. Там, где не будет слез, там, где не будет слез. Спешите, спешите, спешите все суда, придите, придите, крестовые стада. Просьба, освободите стол, прошу, сестры, сразу. Куда освобождать? Пока стол освобождает, я немного скажу. Нет, мы еще не закончили. Не закончили? Правильно. Садитесь. Вы же помните, у нас всегда такие большие концерты были. С антрактами. Сейчас, например, такая веселая сценка будет небольшая. Пока не уйдут, цветы не носите сюда. Небольшая сценка. Цветы уже подарили. Оля приехала. Оля, да. Проходи, Оленька, проходи. Оля, да. Небольшая сценка из Шекспира Ну вы знаете, мы люди серьезные Классику уважаем Это комедия, много шума и ничего Маленькая сценка Открой, мы задохнемся Итак, мы все решили Свадьба на следующей неделе Беатрича, а ты рада за сестру? Нет, Беатрича Я вот, вот Беатрича Ты рада, вы сестру? Ой, ну конечно, ну конечно рада Ну так-то вот все, вот уже все Вот определились, вот кроме меня Бедняжки Остается вот мне сесть Вот там вот в уголок и говорить Ну дайте мне мужа Племянница Что-то ты говоришь серьезно Или шутишь как всегда Да шучу, конечно, шучу, конечно Ну вообще вот мы все знаем Что Господь сотворил мужчину Из вот такой вот материи Вот что-то типа земли Ну вот вы как себе представляете Как жене будет подчиняться Какому-то комочку земли Или там вот оправдываться Перед этим мужиком глины, да? Нет Тем более, что вот все мужчины Они вот по Адаму, если, да? Они вот все мне братья А выходить замуж за родственника Я вот считаю грехом С вашего разрешения Я обзорюсь Превеселая девушка Да, элементы меланхолии в ней мало Вот бы была хорошая жена Для Бенедикта Что вы, тетушка Они вечно осыпают друг друга насмешками Да они за неделю заговорят друг друга насмешки А я считаю, что они отлично подходят друг к другу Только нужно помочь им понять это Но для этого мне нужна помощь вас всех Вы согласны? Согласна Отлично, у меня есть план Пойдемте и обсудим это все За чашечкой чая, конечно Обязательно Итак Мой друг Клавдио женится Пока он не стал женихом Он был отличным малым А теперь Спросишь его о чем-нибудь Он отвечает не в хопат Так как думает все о ней Если начинаешь разговаривать То только о ней Все больше витает в облаках Потому что везде видит только ее Неужели и меня любовь Преводит в такую же устрицу? Одна девушка была красива Но я уцелел Другая умна Но я опять уцелел Третья Знатна И необыкновенно добродетельна Но я снова уцелел Девушка, которую я полюблю Должна быть красива Умна Добродетельна А она должна разговаривать Очень приятно Быть хорошей музыкантшей А голосы будут такого цвета Ну как Бог даст О, я вижу сюда идут Клавдио и Леонардо И верно говорят о предстоящей свадьбе Ну нет Я сыт с этими разговорами Спрячусь я от них в беседке Вы видели? Бенедикт спрятался в этой беседке Так, начнем Так, вы говорите, сеньор Леонардо Что Беатричи влюбилась в Бенедикта Да Бедная девушка Все мы считаем Вы собираетесь Вы собираетесь прийти сегодня В десяти часам, так? Ну да Ты посмотри у тебя Какие ненужные провода взять Потому что горизонтально Надо натянуть Которым виноград привязывать будете Я что-то ничего у себя не найду Даже какие-то короткие Лишь бы проще были Можем между собой связать Потому что надо натянуть нитки три Может веревку просто заехать Купить бельевую? Нет, не надо Не надо Это все на солнце Веревку Я пробовал А, так Да, что-то у меня есть Такое Но она Леска такая толстая Пойдет, нет? Пойдет, конечно Вот Да, поищу я Сейчас Ну так ты думаешь Это последнее у тебя было? Нет, по-моему Там еще одна А ну-ка, посмотри Если там есть Так тогда и Дальше Чужое А чужое Это последнее? Да Так зачитай и закончи Давайте Давай Сейчас я включу запись Добавляйся Вот Отец Владимир Головин Все приехать хотел И больше всего Интересует община Вот Пусть это Прочитает материал Я скажу Вячеславу Тогда разговор будет другой Они просто приехали Пообедали Община Это не община Вот община Когда ты будешь Вот так вот шлифовать Искать А о ком говорено Ни одного нету Ни Пети Ни Миши Никого нету Виталия Николая нету Кому-то предложили Выехать Одному Это Горбунов Пить начал Там Ворота железные Сломал Загнул Так и стоят Где вот Алеша жил Первый Пока дом не построил Это очень И очень непросто Ну и Кто-то должен был За этим смотреть Все отошел Жду вас Так что Скорее всего Она скоро Отойдет За 80 Да Брат Да Она Самый Один из Долгожителей Наших Вот Ну Такие Новости Ну Насчет Поговаривают Что С 12 Числа Тоже Масочный Режим Хотят Там и Потом Людмила Степанова Выступала Ну Перед этим Она Попросила Меня Выключить Трансляцию Значит Я выключил Ну И то Что она Говорила Гнать Тихий Да Это уже Все Известно Что Мировой Порядок Что Россия Это Ну Придаток Англии Сырьевой И все Это Да Это уже Давным Давно Все Известно Прям Так Махнул На нее А для нее Это Откровение То есть Она С кем Разговаривала Батюшка Тоже С Игорем Дебуном Как Так Сказать Коса На Камень Игорь Вчера Тоже Что Ты Вот Это Паника 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 На Меня Сам Паникует То есть Он В Америке Много Умирают Батюшка Говорит Да Я звонил У меня Знакомый В Нью-Йорке Живет Я звонил У него Спрашивал Он Мне Ответил Ничего Этого Нет И вы Верите Российским СМИ Это Слова Батюшки Все Это На Камеру Записывалось Ну Не знаю Когда Выставится Не Выставится Вот Сейчас Вроде Как Будут Штрафы Там Присылают И даже Вот Зафейковые Так Скажем Ролики Вот Фейк Не Фейк Кому Кому Решать Вот И тоже Будут Зафейковые Ролики Страфовать Я Аж Испугался Думал Выставил На Своем Канале Ну И Все Говорят Что Когда Батюшки С Метрополитом Разговаривал Он О Чипах Тоже Один Пришел Комментарий Что Разговоры О Чипах Подрывают Вроде Как Доверие К власти Запрещено Эти ролики Выставлять Будут Каналы Банить Я Думал Или Вырезать Что-то Или Убрать С этого Канала Но Потом Смотрю Вячеслав Семенов Говорит Да Я На Своем Выставлю Но Я Не Стал Ничего Но Я Спросил Удалить Не Удалить Вроде Кто-то Испугался Тоже Со Своего Канала Удалил По-моему Сергей Астахов Вот Я Все Оставил Сейчас Еще Пока Не Заходил Во всяком Случа Вконтакте Была Транссляция Даже Если Ютуб Мой Канал Закроет У меня Уже Закрывали Из Из-за Зоозащитников Я Там С ними У меня Была Подцепила Да Подцепила Их Обличал Их Строго Говорю В этой Кормушке Все Это На Животных Сначала Пробовали Я Сам На Удочку Попался Когда Урагана Без Чипа Не Пускали На Заграницу По Европе И я Понял Что Это Антихрист Уже Контроль Власти То есть А чип Это Я понимаю Что Чип Если Стоит То Можно За ним По спутнику Следить Где он Находится И все Это Для Этого И делается Вот Игорь Дебунов В этот Заговор Не Верит Все Люди Мрут 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 Вот Ну В общем Так Дроботы Были Дома Но Еня Сейчас У Игоря Живет Еня Приехала Те Двое Наотрез Отказались Ехать Но Фрося Сказала Я бы Поехала Если бы Машину За мной Прислали Ну Дебунов Ну Еще Чего За Твою Машину Присылать Такую Дали Они Далеко Живут В общем Вот Такая Ситуация Вот Такие Новостя Не Знаю Что Будет Дальше Вот Но Пока Вчера Вчера Молодежь Гуляла Игнать Тихо Игнать Обязательно Посмотрите Парад В Беларуси Все Без масок Все Обнимаются Целуются Вот Он Скорее всего На Лукашенко Будет сейчас Охота Вот Он Как бы Плюнул Всему Мирному Правительству В лицо Как бы С политической Точкой Зрения Смотреть Если Действительно Это Мировой Заговор И Все Хотят Нас Зачипировать И Строить В ряд Надеть На всех Наморники Вот Но Кто В этому Верит Кто Не Верит Тут По Вере Вашей Да Будет Вам Христос Сказал Главное Соблюдать Его Заповеди Изучать И Вникать На собрании Я сегодня Задал Вопрос Вот Этому Александру Жданову Говорю Считаю Ну Говорю Вы Сейчас У вас Брак Непонятно Какой В общем Он женатно Разведен Я говорю Вы Считаете Это Грехом И Такое Молчание И Игорь Добунов И И Лена Гладыщук Сразу Ой Ой Че 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 Его Там Ну Я говорю Че Новорежь Шапка Горит Че Дайте Человеку Сказать Ну И Как-то Все Замяли И Потом Мы С Игорем Беседу Он Говорит Это Только Для Верующих Что Вроде Как Че Ты Он Еще Не Крещеный Крак Он Сам Сказал Что Он Крещеный В 13 Лет Принял Крещение Жена Тоже Он Показывает Снимки В храме Я С ним Приехал К нему Домой В общем Жена Вышла Мне Ребенка Надо Кормить То есть Дверь Ненадежная Как Вот Он С ней То Живет То Не Живет Брак Зарегистрирован Ты Знал Когда На Разведенной Женился Что Это Грех Пролюбодеяния Ну Я Живет Ее Люблю Ну И Вот Такое Вот Я Почему У меня Это Больная Тема Я Сам Когда Приходил В общину Я Тоже У У Знаешь Мои Истории Все Эти Вторые Третьи Браки В В общем Эта Тема Больная Для Многих И Самый Сложный Вопрос Ну И Не Дали Ничего Сказать Так Все Это Воздух И Так Все Зависло Ну Вот Так Вот Он Остался На Занятие Благодарил Как Все Ему Понравилось Но Батюшка Сказал Что Ему Разрешено Но Прежде Чем Его Пустить В Трапезную Было Наше Согласие То Он Помыл Руки Но В связи С Вы Согласны Мы Дали Согласно Но Батюшка Сказал Пока Мы Здесь Он Пусть Ходит Как Только Мы В В Едем В Потеряевку И Вернее Игнать Тихонович До Осени Батюшку Ему Запретил Ходить Ну И Вроде Приняли Вот Такое Даже У нас Тоже Такое Строгости Вводятся Везде Такие Ограничения Что Оглашенному Будет Запрещено Посещать Летом Наши Богослужения Если Не Будет Игнать Тихонович И Батюшки Ну И Дубунова Это Конечно Очень Не Никто И Звать Нас Никак Вот Такое Вот Потому Что Я Не Знаю Выйдет Лет В Эфир Запись Или Не Выйдет Потому Что Сейчас Прямой Эфир Идет На Четыре Канала Вконтакте Ютуб Одноклассники Фейсбук Я Думаю Надо Говорить Смело Обо Всем Бороться С Грехом Обсуждать Во всяком Случае Все Эти Вопросы Все У Меня Спасибо Христос За Подробный Рассказ Что Там У Нас В Крестово Сдвижеской Общине Ну А Брат Владимир Как Там В Потеряевке Я С Нем Где-то Неделю Назад Беседовал Он Один Там Помощников Нет У Него Надежда Васильевна Только Это На самоизоляцию И Матушка Матушка Молодец Она Даже Ползком Она Парализованная Будет Сажать Как-то Я Спрашивал У нее Зачем Столько Много Для Других Говорит Как же Для Других Она О Других Думает Рассаду Отдает Она На Володе Детским Домам И на Лагерь Раньше Давала Благослови Ее Господи Заботиться О Других Да И кто-то Может Бог Знает Как Дальше Может Отток Из Города Будет Большой Все Быстро Очень Происходит Очень Быстро Меняется Все Мир Меняется Да Все Один Голос Говорят Что После Этой Пандемии Мир Поменяется Абсолютно Будет Другая Политическая Система Скорее Всего Ну Пока Вот Этих QR-кодов У нас Ничего Нет В Барнауле Как бы Штраф Тоже Игнарь Тихонич С ураганом Гуляет Там По 5 Километров В общем Никто Его Не останавливает Пока И без маски Да И без маски Намордник В руках Держит Хотя Его Вполне Могут Как бы За то Что Без Наморника Нет Кстати Нам Сейчас Послабление С собаками Раньше Было И поводок И намордник Сейчас Либо То Либо Другое А Здесь Интересно Собак Многие Держат Но Вообще Она Франция Кинология Насколько Я знаю Развита Да И Как вот Карантин Начался Смотришь С собаками А это Разрешается Ну Только Чтобы Справочка Была И там Пометка Пометка Что С собаками Гуляешь И Многие Многие Гуляют Там Час Только А тут Походу Они Положено Было Час Они Тут Гуляли По Многу Ну Сейчас Уже Никто За этим Не Смотрит Уже В парках Люди Вот Завтра Отмена Карантина Ну Там Какие-то Ограничения Умерла Во Франции Ну Это Опять же Данные Которые Из СМИ Включаешь Французские Новости Только Этот К-вирус Русские То же Самое Больше Никаких Новостей Нет Ни От чего Не умирает Народ Только От К-вируса И Вот Умерло 22 Тысячи Мне Супруга Рассказывает Что В 50-е Годы Был Какой-то Вирус Гонконгский Называет Какой-то Гриппа Что ли Около 100 тысяч Умерло Никто Границы Нигде Не закрывал Во Франции Только Умерло Около 100 А сколько По миру Вот Так что Здесь У нас Верующий Врач Она Румынка Ян-Эла И Ну Православная Тоже В наш Приход Ходит И Она Так Это Подумала Говорит Тут Не только Медицинская Подоплек Когда Минутку Подождите Вы неожиданно Так Нашли Медицинская Так что вы ищете как вы вышли через через вячеслава мы с вами не встречались мы с вами не встречались я хотел поближе узнать иисуса христа еще одна чтобы долго не рассуждать как нет нет может быть я вам перезвоню нет нет у меня все нормально давай гуляйте теперь мне на это надо зайти и вам скинуть так и скинуться давать для вас как же это быть давайте отключить и потом зайдите через одну минуту я в это время скину материал вам чтобы просчитали хорошо хорошо я перед хорошо я перезвоню вам одну минуту через одну минуту а я тогда скинул он хорошо хорошо а вот теперь понятно когда поговорим я в конце скину свои ресурсы да 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 вот это когда говорят люди объединяют это разно совсем зиг хайл это может сказать который борется за истину я за свободу за свободу слова за свободу человека мы строим православную деревню где нельзя лгать пить курить материться воровать все своими руками я начальник детского лагеря создал его 48 лет тысячи детей подняли без помощи государства мы сами строим деревню все делаем и школу построили и пруды и дорогу все за свой счет у нас не пьется никакой алкоголь вас как же это не надо мы не курим это здоровье укорачивает поберегите себя пожалуйста так я тогда сейчас у вас вопросов нету я вам сейчас скину взять ресурсы подождите маленько прямо сейчас сразу скидываю все пока не отходите христос воскрес воистину воскрес сейчас надо у цыгана напоролся а он лежит я великий грешник я мусала христе говорит он мне вопрос задает а один гвоздь кто украл я взгляд из цыганских басни евангелие о цыган и христос тогда когда а там ухота на лбу сидела вон и тогда сказал он прошептал тогда воруйте вам это не грех но я году у них такое как будто это в евангелии написано не так говорят ну да но он не знает это сказать лежит просто так а говорит мясо нам алейкум я ему давай показывать корану а я христианин да какой же тебе алейкам то тогда он меня сбил похоже усы бритые ну прям готовый горит лежит и похоже женщина рядом запах слышно работы у нас в казани я вот мы ходим покупаем что-то там орехи покупаем ну и нам продают со скидкой думать что мы мусульмане если ты еще наденешь на себя эту которая у них там хамилавка-то называется как она у них называется то чебетейка нет и тюбетейка это какая-то у них скупья такая но спица специально и он с них налог не брали на базаре он переоделся так а ну прямо его посчитали так кто-то узнал что на христианин его взяли давай принуждать чтобы он верил в аллах об этом магомед это он христианин и его казнили его разоблачили на базаре это жития святых есть такое ну ладно все у меня нормально идет выходим тогда уходит рулетку завтра благословите с богом бог благословит благослови господи все и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По мне сжимала грудь у матери моей В молитве матери, в молитве матери Я имя услыхал свое в молитве матери Ходил путями помыслов, о Боге не мечтал Своей любимой матери тем скорби причинял Но сердце в ней, любимое, молилось в эти дни И слышал имя я свое в молитве матери В молитве матери, в молитве матери Я имя услыхал свое в молитве матери Часы моих веселых дней звучал мне глаз любви Смотри, сын мой, не забывай молитву матери Беги греха, не делай зла, храни себя, храни Но слышал имя я свое в молитве матери В молитве матери, в молитве матери Я имя услыхал свое в молитве матери То сердце полное любви почило уж давно А глаз ее в душе моей твердит мне об одном Беги греха, не делай зла, и с Господом живи И слышал имя я свое в молитве матери В молитве матери, в молитве матери Я имя услыхал свое в молитве матери Теперь нашел я у Христа спасение для души Сложил грехи у ног Христа, молясь Ему в тишин И счастье, спасение, и луч святой зари Пролил Христос на разум мой в молитве матери В молитве матери, в молитве матери В молитве матери, я имя услыхал свое в молитве матери В молитве матери, в молитве матери В молитве матери, я имя услыхал свое в молитве матери Христос на разум由 Что пользы нам от этих книг Поэзии и прозы Когда читающий из них Не извлекает пользы Не просто пользу, но душе Как жить с грехом бороться Для взрослых и для малышей Она сестра, не гостья Число бесчетное томов В библиотеках разных Но место Библии самой Не занято и праздно На все, на все найдешь ответ В чудесной этой книге Так почему же ее здесь нет? Я с удивлением скрикнул Библиотекарша тот час Засуетилась срочно И для отвода наших глаз Несет каталог тощий Газеты старые, но в них О богине словечко Попался Лермонтова стих Карандашом помечен Как будто кладбище теней И запах тлена пыльный Но снова я спросил о ней А раньше, значит, были И тихим шепотом склонясь Поведало смущенно Приехал как-то местный князь Партсекретарь горкома Ее он взял, не записал И не вернул два срока Наверно, верующим стал Признал Христа за Бога Ей лично Библию тогда Открыто подарил я С ней горе вовсе не беда Она подаст вам силы Оставил адрес телефон Звонить и рад услышать Однажды слышу, как сквозь сон Меня девчонка ищет Теперь она давно сестра Нашедшая Иисуса И ты вот так оставив страх Душой интересуйся От этой книги книг и мне Простер спаситель глани Когда я был глухнем И на пути изранен Но он склонился и поднял Перевязал потуже И на осла, осла меня Забрал с собой на ужин С тех пор для всех библиотек На всех столах и полках Желаю Библию иметь Любой овце и волку Животворящая струя Напоит души пьяных Чтоб в человека не стрелять Свои узнать изъяны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok